Привет, наши любимые друзья! Сегодня у нас знаменательный день! Сегодня у нас 9 мая! Мы сразу от всего сердца хотим вас поздравить с великой победой! Наших дедов, бабушек и всех вас, кто участвовал и воевал за наши жизни, отдавал свои жизни. И мы сегодня собрались с американскими друзьями Райан, Рэй и, конечно же, я, Рома. Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! Ребята, с чего мы начнем сейчас, это мы покажем вам, что использовалось, какое оружие использовалось во время Великой Отечественной войны, как у советских солдат, так и у американских. Ну, конечно, не это, а вот это и вот это. Итак, начнем мы, конечно же, с легендарной нашей Мосинки. Итак, ребята, в руках у меня сейчас винтовка Мосина, на которой написано 1943 год. Эту винтовку, ребята, Рэй привез из Ирака. Когда он был в командировке в Ираке, в него стрелял снайпер из этой винтовки. Вот такой вот офигительный у меня в руках аппарат, который, как бы сказать, выиграл войну, победил нацистов. И сейчас мы попробуем из нее стрельнуть. Трехлинеечка, пятизарядная, вот такая вот красава, любимая наша. Итак, пять патронов в нашу трехлинеечку заряжаем. Пять патронов зарядили, Мосинка, поехали за родину. Пять патронов. И последний патрон Сила, красота и меткость Вот она, наша любимая Мосинка Ну что, ребята, дадим пострелять американцам, нашим американским друзьям Так, Рэй, Рэй's got Mosin Американский солдат сейчас попробует стрельнуть из Мосина Вон туда, вот в ту мишень Что ты думаешь? Скажи мне о Мосинке Крикит как мюль Пурый удар Силет 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 Но сначала мы заряжаем Мосинку 5 патронов Субтитры делал DimaTorzok Итак, ребята, сейчас Дебра попробует стрельнуть из Мосинки Американцы не могут попасть в пять из пяти Итак, ребята, сейчас я покажу американцам, как правильно надо стрелять И пять из пяти мы выбьем Так, ребята Ну что, пора заняться американским оружием Мосинку мы отстреляли И сейчас мы представляем вам американское счастье М1 Garant Вот смотрите, Рэй стоит с винтовкой Garant Которое использовалось американскими войсками Во времена Великой Отечественной войны На европейском и на японском Тихоокеанском, так сказать, театре Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok И она вылетает Ну что, интересная винтовка Я до этого, по-моему, пару раз из нее стрелял Она удобная очень, такая хорошая Слегка тяжеловатая Но мне нужно немножко ее пристрелить Потому что я еще пока не привык Вот к таким прицелам Но мне очень нравится, отлично Я бы сказал бы, ну 4 из 5 точно Так, ребята, сейчас у меня в руках классика Которая была классикой еще с 1911 года 1911-го, 45-й калибр Вот эта данная модель, сделанная компанией Remington Она была сделана, мы посмотрели по номеру Она была сделана в 1943 году Вот этот вот пистолет Вот этот вот пистолет 43-го года Тоже использовался в Великой Отечественной В первую, во вторую В Корее, во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке Он был почти во всех великих войнах известных Вот, даже слышал, что в Чечне у какого-то полевого командира Он тоже был Мишень находится где-то метров, наверное, на 50 от нас Что не очень совсем эффективно Но мы попробуем Итак, ребята, 45-й Взводится как обычный пистолет полуавтоматический Вот тут у него предохранитель стоит Без него вы стрельнуть не можете Как бы вы не нажимали курок То есть нужно нажать вот сюда И тогда уже спустить курок можно А так, нажимайте, он не спустится Итак, поехали Это просто вещь Я бы сказал, 5 из 5 Это один из самых моих любимых пистолетов Это вообще замечательно Отдачи не очень много Кучность хорошая Ну, на 50 с лишним метров кучность Вы какую и будете ожидать И убойная сила Ну, это 45-й калибр, ребята Это вещь 5 из 5 Итак, ребята Ну, сейчас Рэй покажет нам мастер-класс Свой любимый пистолет Вот, is this your favorite gun, would you say, handgun? Very favorite The most favorite handgun Yeah You did not have that in Iraq, though, right? You had Beretta No, I had this in Iraq You had that in Iraq? I had this one in Iraq Wow, that's cool In use until 1995 by National Guard units Wow Still used, though, even by Marine Special Forces They love this gun Good ergonomics Decent feel Obviously Needs to be at a closer range But A good last-ditch weapon Good home defense weapon Ryan Yeah 45 45-го калибра Пистолет They're cool I had one a long time ago That was much fancier than this But I kind of like the simpler ones more Итак, ребята Чуть-чуть поближе подошли Чтоб почувствовать эффективность этого пистолета 7 патронов Кольт 45 Ребята, это классика Уже подошли чуть поближе Так что давайте попробуем This is awesome Офигенный пистолет, ребята Прикол, мэн Нет, 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 нет Итак, ребята Мы постреляли Американцы Мы выиграли войну И теперь нам пора как бы покушать Наши любимые друзья Мы встретились Уэст-Берлин из Берлин Поделили Германию Не, ну серьезно, ребята Вот мы постреляли Все было здоровски Мосинка, гарант Там у нас пистолет 45-го калибра И сейчас солдаты должны были поесть Когда встретились в 45-м году На реке Элби Американцев был свой сух паек Каким они питались А у наших, ребят, вот такой вот паек Что у нас было? У нас было сало Хорошее сало Чтоб чесночком хорошо так давало Тушеночка, говядина Картошка вареная Или на углях, если костер есть Соленый огурец под водочку И черный хлеб Это наше родное Итак, американцы Tell us what you guys have Well, for the standard C rations This would be what's representative You'd have your corned beef Either a deviled ham spread Or a cheese spread For the crackers Either M&M's for the tropics Or a hard candy bar For the European theater Some sort of a fruit or vegetable Some cracker spread And cigarettes And I can't open them And then there is О, ребята Нашим солдатам Лен Лиз Программа, когда была Давали автоматы Боеприпасы Танки Даже самолеты И, конечно же Американская спам Советским солдатам В помощь, чтобы Гитлеру Гитлеру люлей надавать Спасибо О, алкокола I wish I had vodka Водки нету Нужна водка, чтобы была Но, ребята У нас в Америке Закон между людьми Когда мы занимаемся оружием Никакого алкоголя Это очень важно Поэтому сегодня Нам американцы Подарили настоящую Кока-колу Итак, ребята Вот мы сидим за столом У нас такой сегодня обед В честь наших дедушек И бабушек Давайте начнем Сальца О, сейчас порежем Русские солдаты Русские солдаты Так, картошечки Лучка Сейчас еще тушеночки Откроем Сало Это не сальца, потому что сальца У нас больше солдат Немного сальца Ну что, ребята Сало Черный хлебушек Лучок Огурчик С ¡oji-oji-oji-armo! Под Earth Под 저рной Кока-ау Кока-ау Положен Репет Репет тушёночку сейчас так тушёночки тушёночка тушёночки возьмем холодненькой костра у нас нету разогреть не можем так что кушать будем тушёночку с черным хлебушком вот так хорошая тушёнка Валера my friend Valery sent it to me спасибо тебе большое очень вкусная тушёнка с хлебушком с картошечкой с лучком especially before they put the fire briar between east and west here вот им сало ребята понравилось с черным хлебушком с лучком с огурчиком с картошечкой alright to you guys to our grandfathers thank you grandfathers спасибо геднему за победу спасибо геню за победу спасибо геню за победу сsuivo ryan сделал Energie тушёнка сало лунчок и хлебушок вот он русский русская душа мексика из него he made a taco russian taco taco made a taco would you be happy with that on the field after a long day i would be happy too you a a a a a a a a a так ребята ну что перекусили нашего русского пайка смотрите на профессора гроссмана он сейчас готовит американский открыли их паек у американцев всегда будет печка а у наших солдат не всегда и костер можно было развести американские наши друзья сейчас нагревают блюдо которое называется corned beef сейчас мясо разогрели американское попробуем американского мяса под звуки немецких мотоциклов корн биф корн а какие щедрые американцы мне всю банку дали я не понимаю чем оно пахнет что-то запаха я вообще никакого не чувствую вот например у тушенки пахнет мясом так ну что пробуем вот это вот американское мясо то есть ребят знаете я не понимаю какой там очень соленая и как будто какая-то паста прям какая-то паста соленая но наша тушенка конечно вкуснее и им тоже наша тушенка понравилась больше овощей у нас сегодня в банке не оказалось у нас оказались груши пирса yeah and pairs were usually vacuum sealed in a cold environment so when you actually take the can opener exactly when you take the can opener dipped it in there you hear the rush of air and the pair has to be cold really yeah you may take very well you don't want I hate pairs раану груши не нравится вот такие вот груши такая вот баночка ну конечно она не тех времен никто будет кушать 45 года груши ну вот такая вот груша all right let's try a pear i'll eat an onion and questioned beef sandwich but i will not eat a pear Закусочка. Дьявольская ветчина. Это как паштет. Это у них паштет так называется. Дьявольская ветчина. Так, на паштет или сыр. Немцы. Вот Рэй сказал, что такой же паштет был со времен Великой Отечественной войны и до Вьетнама. В Вьетнаме тоже, да? Да. Потому что те, которые мы получили, были датаны в 1973-1971. То есть, вот американский крекер, галет их, да, типа такой паштетика. Сейчас паштетика попробуем. Пахнет тунцом. Так, ребята, сейчас я пробую сыр. Давай. С сырка. Ммм, пахнет вкусно. Вот такой же у них сыр был в их сухпаке. От Великой Отечественной войны до Вьетнама. Вот такой вот. Ммм. Так, сейчас попробуем нашего хлебушка взять черненького и сырком. Ммм. Чbook. Если, у нас будет пахнет черный хлебушек с сырком. Ммм. 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 Чоколад. Ммм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дмитрий Боб?!" Субтитры создавал DimaTorzok Марлин, подарок от Raya Вот это ребята вещь Украли у американских капиталистов Винтовку отжали Война народная Внимаюшка Волная еде Война народная Священная война 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну что же, ребята Мы уже все отстреляли Патронов не осталось И сейчас мы продолжим Наше празднование Великой Победы У нас на диване И мы будем смотреть Парад 9 мая Технику, речь нашего Президента И конечно же самолеты в конце Они будут в первый раз смотреть Парад И как бы сказать Для них это вообще будет грандиозно Посмотреть парад И сейчас вот К 70-летию я вам покажу Который парад был в прошлом году 70 лет Победы И там это Короче, едем домой сейчас И будем смотреть Парад Победы Давайте, ребята, увидимся уже дома Мы домой едем Туда Итак, ребята Сейчас мы смотрим Парад Победы 9 мая Прошлого года 70 лет Победы Как бы историческая такая Большая цифра 70 лет И сейчас мы будем смотреть На парад с американцами Слушайте и смотрите Красную площадь Слушайте и посмотрите Русская площадь Это то, что ты сказал Это как я представил Дарфа Бедера Если он был в России Серьезно? Серьезно? Ты имеешь в виду русскую? Серьезно? Серьезно? Ничего подобного в Америке? Ну, мы имеем Парады Но это все И это просто Насколько Насколько Главных Главных И даже Многие Ветераны ПТ-белки И не оружие Серьезно Я имею Ничего Ничего С СПЕКТАКУЛА С 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Died Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ура! 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 Россия на Африке. Да. Ура! Ура! Грешь здесь,альные края! Нуаааааааа! Вторая съющая, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок 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 Those are the Airborne tanks. They're probably less than the 545, there's the 762, 135, 545, 30mm grenade launcher. Right behind that right there. Oh wow. That's to replace BMP3. Oh, pretty cool. There you go. Holy cow. Man, look at that reactive armor on the side. Yeah, the Armada. What the... What chassis is it? It's completely new. 125mm main gun. Remote control commander's turret. Diesel. Gas. My Merkova, a Leopard 2 and an M1 tank had a threesome. And that was the result. Mi-26 is at a T-160. There's a gangster, check that out. Is that a B1 ruffle? Nah, it's... That's the Concourse. I think it's an F-11. F-11 Raven, right? Yeah. No, it's a D7. Yo. Propeller driven. Really tiny lot driven. I'm sorry, the TU-95 is still very impressive. The bear? Yeah. I want one as my RV driver. You got some really awesome wishes for your home devices. There we go! Hueys! Hueys! He stole that design. Look at it. Twin. That is... Wow. Oh, that's a cool shot. Gangster. That's impressive. There was a... Yeah, a 124 at Ontario International Airport. Really? Southern California, yeah. What was it doing there? I don't remember, but it's really... really big. I remember seeing those in Iraq, too. It's so incredibly Russian-looking. And the front profile of the cockpit being... just slightly big. That's the IL-76s. Ah, there we go. Millennium Falcon cockpit. They use those for our Antarctic flight. Oh, there's your favorite. Yeah! There we go. My RV! That is so gangster. Those are B-52s, I'm telling you. Okay, are they going to fly some thermovats? They'll fix here pretty soon. They'll have a... main... Oh, yeah! 1-42! 1-42! They look awesome. All excited when they show up. Cause it'll be so cool to see us in real life. SG-35. Oh, wow. I like their fractal paint jobs. The crazy ones. And the SG-27s behind them. Blue angels be damned. What a beautiful profile, eh? Yeah, they're one of my favorite planes. It's just kind of a triangle. They cut pieces out of it. If you look at it. It's kind of a swoopy one. Oh, I like... I want to be C-29. That's your ATV, right? Yeah. For your mobile home. The designer was Armenian. Mikoyan. More. They're looking for Donald Cook. Yeah. Where is that Donald Duck? Is Putin crying? I think so. That's impressive. What, Obama would never cry about his country? No, Obama would cry about some kid he didn't know about being shot by a police officer because the kid was resisting arrest. And... That's all she wrote. Very impressed. What'd you think, Ryan? Very humble. It's sad that it's over. Now we have to go back to life as it was. I wonder how many... how many backyard barbecues there's going to be. What if one day we end up there at that day and see it live? You never know. Our life is not over yet. That's true. Be surreal. We could start a donation and maybe in five years we'll get enough money for donations to travel over there. I'll start putting dollars in a little too. I won't last in so many as well. So guys, прошёл этот знаменательный день – День Победы! Большое спасибо всем ветеранам, которые воевали за нас. Вот и прошёл эпизод, который мы хотим посвятить ветеранам. Эτί, мои люб normale, многие мои желающие были картой. Благодарю. Благодарю. И я хочу сказать спасибо деду за победу. Спасибо деду за победу. Спасибо деду за победу. Спасибо вам, дорогие наши любимые. Скоро увидимся. За победой вас. С великим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok